Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский и в этом видео мы с вами поговорим о том, как избавиться от неприятных воспоминаний. Что я имею ввиду под неприятными воспоминаниями? Под неприятными воспоминаниями может крыться все что угодно. Например, какие могут быть использованы в этой технике неприятные воспоминания. Вас кто-то обидел, вас кто-то оскорбил, вас кто-то не дай бог побил или вас кто-то раскритиковал. То есть все те мысли, на которых вы, условно говоря, залипаете. Знаете, бывают такие мысли, бывают такие состояния в нашей жизни, что когда у нас произошло какое-то травмирующее событие, не самое приятное, мы потом долгое время его жуем как жвачку, как заезженную пластинку, проигрывая из начала в конец. И, конечно же, это отнимает очень много времени, отнимает очень много ресурсов, когда ты сидишь и просто думаешь, думаешь, думаешь без конца и начала об одной и той же ситуации. В этом видео разберемся с техникой, которая называется визуально-кинестетическая диссоциация. Я сейчас буду пояснять, что это значит. Ну и эта техника как раз-таки помогает избавиться от этой заезженной пластинки. Итак, поехали. Что нам нужно делать для того, чтобы это воспоминание... Ну, я не буду говорить, что его можно стереть, но к нему очень можно хорошо изменить свое отношение, и оно уже не будет вас так цеплять. Первое, что нужно сделать, это, конечно же, определиться с самим воспоминанием. От какого неприятного воспоминания вы будете избавляться. Дальше нужно немного поковыряться в своей памяти и вспомнить, что было с вами до того, как началось непосредственно неприятное событие. Точка А. Блин, да я же на метро опаздываю-то, ё-моё, ё-моё. Потом у вас было само неприятное событие, назовем его Икс или Ха. Ой, что-то так темно и страшно. Девочка, постой, постой. Стой, стой, подожди. А дальше назовем точкой Б, когда уже опять было все хорошо. Девочка, ты эту бутылку уже 2 километра тащишь, отдай ее дедушке. Фу, ой, ну ты наешь где-то, а? Ну ты нехрич, бля, чуть не спятал, а? Смотрите, вам нужно помнить, что было до травмирующего события, и вам нужно вспомнить, что было после, когда уже настал момент безопасности. А само событие Икс, его вспоминать не надо, потому что вы и так его хорошо помните. Дальше, когда вы вспомнили, что было до, вспомнили, что было после, как на примере с мультиком Масяни, да? Вам нужно проделать вот такую нехитрую махинацию. Вам нужно... Смотрите, это вы. Вам нужно увидеть себя со стороны. Это ваш взгляд. Который у себя в голове проигрывает один и тот же фильм регулярно. Фильм о себе. Если вас кто-то обидел, проиграйте этот фильм. Если вас кто-то раскритиковал, проиграйте этот фильм. То есть, смотрите, ключевая задача этой техники, во-первых, научиться видеть себя со стороны. Вот когда вы видите себя со стороны, в НЛП это называется диссоциация. То есть, вы видите себя думающим об этой травмирующей истории Икс. Дальше нужно делать очень интересную и забавную вещь. Это заметил Ричард Бендлер, что и стало основой для этой техники. Вам нужно увидеть себя думающим об этой мысли, бесконечно проигрывающим этот фильм. И постараться в обратном порядке проиграть этот фильм. То есть, вы смотрите на себя со стороны. И видите, как у вас же в голове этот фильм проигрывается в обратном порядке. Ну, приблизительно вот так. Фух, ой, фух, ну ты даешь где-то, а? Ну ты нервишь, блин, чуть не спятил, а? Блин, да я же на метро оправдываю-то, еба-я, еба-я. До этого момента, до момента А, где было все хорошо. И таким образом вам нужно сделать 3-4 раза. Когда вы сделали таким образом 3-4 раза, вы уже немного изменили отношение к этой ситуации. И дальше, следующим пятым шагом, вам нужно снова стать собой. То есть, уже ассоциироваться в себя. То есть, вы уже становитесь самим собой. И начинаете проигрывать этот фильм снова в обратном порядке. То есть, опять от точки Б, где уже было все хорошо, к точке А, где еще было все хорошо. И это выглядит приблизительно так же, как я вам уже показывал. Таким образом, уже из себя, изнутри, то есть, будучи героем этого фильма, вам нужно прокрутить все события, которые происходили, в обратном порядке 3-4 раза. Когда вы это сделали, начиная от момента Б, заканчивая моментом А, вам нужно проиграть еще раз в обратном порядке, но уже добавив какую-нибудь приятную, интересную, веселую мелодию. Так мы проделываем 3-4 раза. Обязательно ставьте это видео на паузу, для того, чтобы вы могли действительно проделать эту технику. Ну и дальше, уже седьмым шагом вы делаете что? Вы проверяете, как вы уже сейчас относитесь к этой ситуации. Техника действенная. Всякие незначительные вещи можно делать с помощью этой техники самостоятельно, применяя к самому себе. Но если же у вас какая-то серьезная травма, все-таки обратитесь к специалисту. Я имею ввиду под серьезной травмой, это какое-то, может быть, изнасилование, избиение, не дай бог. Лучше поработать в паре с компетентным специалистом. Но если это какие-то незначительные вещи, то вы можете вполне проделать эту технику самостоятельно. И забегая немного вперед, я понимаю, что могут возникнуть вопросы. А если вдруг вот этот промежуток X, если взять, допустим, контекст с взаимоотношениями, длился 3 или 4 года, или год, например, достаточно большой промежуток времени, я отвечу так, вы тоже можете брать этот участок. Ну, допустим, этот участок длился год. До отношений у вас будет точка А, когда отношения закончились, у вас будет точка Б, а вот этот год вам нужно научиться за 20 секунд, за 30 секунд прокручивать в обратном порядке. И это может себе позволить ваша психика. Вы достаточно уникальный человек, и вы можете даже год своей жизни очень быстро в обратном хронометраже промотать в обратную сторону. И это тоже поможет. Это будет очень хорошая, эффективная такая проработка травмирующей ситуации. Берите на вооружение, давайте еще раз пробежимся по самой технике. Первым шагом определить, с чем вы работаете, какое воспоминание. Вторым шагом вспомнить отрезок А, это то, что было до. Вспомнить отрезок Б, это то, что было после. Третьим шагом, увидеть себя со стороны, думающим об этом событии. Увидели себя со стороны, думающим об этом событии, и начинаете уже четвертым шагом прокручивать, пока еще видите себя со стороны, прокручивать от Б к А, минуя вот этот вот участок. То есть вот этот участок, он должен проигран быть в обратном порядке. Дальше, пятым шагом вы снова становитесь собой, соединяетесь с собой и уже начинаете эти проигрывания. Опять же, 3-4 раза от точки B к точке A. Шестым шагом вы уже натренировали свой внутренний кинотеатр проигрывать в обратную сторону. Вы еще добавляете хорошую, позитивную, ритмичную музыку. Ну и, конечно же, седьмым шагом просто делаете проверку. Большое спасибо вам за просмотр этого видео. Обязательно напишите в комментариях, что у вас получилось и если у вас возникли вопросы по выполнению этой техники. Очень интересны ваши результаты, как у вас это получилось. То есть, я говорю о седьмом шаге. Вы заметите, что ваше отношение к этой ситуации X, оно действительно меняется. А в большинстве случаев, дорогие друзья, вы даже не можете уже детально вспомнить, как это действительно происходило. Поэтому ставим обязательно лайк, если это видео было вам полезным. Перейдите еще на другие видео, которые есть на моем канале. Здесь тоже очень много интересных и полезных видео. До скорых встреч. Пока-пока.